добрый день друзья я нахожусь у себя в павильоне вторая дорожка подсохла я поставил лодку вот так вот дабы сделать ей колеса трансовые поэтому еще сделаю разметку и уже одну дырочку просверлил сейчас помечу все все четко сделаю так чтоб у меня поднимались опускались скаливаться друзья и тогда можно будет лодку спокойно тянуть из воды на берег или просто где-то одному ее протащить делаю отверстие очень аккуратно друзья сначала я намечаю естественно центра потом маленьким сверлом прохожу встречая там другую деревяшку что-то немножко что пламенат не подламывался то деревянная плита а потом уже прохожу с большим сверлом с той стороны стой маленько проход делаю чтобы потом когда сверло здесь вышло на той стороне чтоб не отламывала стружку поэтому получается очень ровно и красивое отверстие такое вот стружка она понятное дело будет короче механизм здесь очень жест колеса опускаются лодка поднимается там не хватает расстояние чтобы они не ломай вот и после этого вот она лодка двигается потом сюда телефон упал как всегда потом на берег вытащили так но здесь вот надо карабины конечно воде поднимать допустим что мы воде просто получается это все делается в воде вот и колеса поднимаются все вот таким макаром она едет мотору не мешает татаран трансовые колеса чтобы лодку по суше одному возить но тут еще хитрая система их можно вообще снимать то есть чтобы не было лишнего груза чтобы не было лишнего груза вот так вот мы так вот палец убирается и колесо убирается здесь тоже самое все колеса можно и снять если уж на то пошло что одно кстати не докачано в общем то вот так а пальцы можно одеть и уже ездить просто с ними это очень удобно и все это сделано из нержавейки и лучше чем болты потому что болты есть гайками их надо гайки выкручивать здесь ставил колесики никуда не денутся защелкивается поднимается пускается вот все доброе утро друзья сегодня 23 суббота 23 мая суббота надо будет клапана поставить чтоб не заниматься вот этими переключениями и но холодно с утра где-то градусов 11 было показали наши термометры я еще не позавтракал пока что еще не позавтракал надо бы их убрать отсюда конечно вот и только что на всякий случай еще раз пролил полы водой бетон я знаю что бетон в воде он крепче становится так на всякий случай он пересох я полил его водой мы по нему ходим все прекрасно вот вчера колеса я сделаю показал сейчас пока смысла нет их одевать потом уже когда отвезем на море но когда это море когда это море будет я вообще не понимаю вот вчера дочка говорит когда мы на лодке прокатимся а как можно кататься если даже воду зайти нельзя она холодная вода резиновая лодка нас под собой подразумевает конечно же что ты должен войти в воду ну не как рыбак там спецснаряжение хотя бы как отдыхающий то есть босыми ногами то есть сейчас о каком о каком катании может идти речь в такую погоду даже днем не так уж и жарко так тепло но не очень тепло для воды на на отдыхе на воде прохладно довольно так даже я сейчас стою дует холодный такой ветер ветерочек холодный сто процентов холодный горох зацвел картошка картофель покупаем на рынке вчера покупал я его все что ниже по цене там есть по 20 это вообще мелкий картофель для посадки большей степени хорошие нормально для еды начинается 40 рублей самый хороший картофель 55 рублей это частном в порядке а магазине есть и подороже там мытый картофель вот египетские там всякие 55 рублей килограмм это какой-то песец честно говоря даже в мурки такого не было вот и соответственно когда зацветет картофель и пойдет первый урожай это будет намного лучше для нас ну что сейчас пользуется тем что урожая еще не то есть в тепличный урожай и всякий привозной картофель но цены конечно зашкаленные на картофелька почти уже как к яблокам приближается как будто фрукты покупаешь да есть такие вот вещи поганенькие такие вроде на кубани живем а цены на те же яблоки груши даже порой дороже чем вот на дальнем востоке но деревца у нас ожила черешня черешня круглая крупно плодная черная листочки пошли в ней долго стояла она и вот этот хлыст который не давал признаков жизни тоже вот у него одна почка но то на одну почку эту все-таки дал розовая черешня но вроде как могли от медведки защититься но это еще ладно карта ловка у нас еще будет стоять такое устройство посмотрим и есть еще там ссылки на всякие отравы которые с пшеном разводится сыпать все это дело но тут еще и птицы конечно могут потравиться какие прилетные этой отравой поэтому как-то читать с отравой которая поверх сыпется именно пшеном отравленным это что-то мне как-то не нравится идея вот она медведку или в другом случае называется капустянку уничтожает потому что зима была теплая и медведки расплодилось много вот наша смородина друзья пусть уже такой большой стал мы садили вообще маленький был один жалко куст смородины здесь вот был срезал его случайно когда траву косил еще в прошлом году так а здесь у нас здесь у нас почему-то а там внутри что ли затык что-то я не понял почему здесь затыка то нету а есть 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 ты показалось мне так здесь должно быть к этот оконцовка такая ну вот я вам показывал до несколько раз уже крыжовник но честно говоря но я могу ягодку одну сорвать какой нет зеленая на даже смысла нет большая на зеленая к сожалению поэтому подождем вот смородина еще зреет а когда цветы какие-то клубника понятное дело в цветах ягода формируется уже это красная смородина надо как-то бы решить проблему конечно со следующим уровнем потому что хотелось бы сделать все-таки не струну прошу все-таки накладно прям уже непосредственно металлический металлическую профильную трубу прям конкретно виноград идет плетется надо бы надо бы еще одну струну может повесить вот так вот 30 сантиметров посмотрим вот солнце иногда выглядывает но оно так немножко греет немножко причем спину сейчас удвежда но я бы не сказал что прямо так прям чтобы тепло нет холодно холодный где такие пироги что друзья косу я зарядил бензином буду покажу немножко траву там за территории хотим так не не удалось завести эту погонь что такое не делал неудачная модель проклятая какая-то карбюратор все свеча все прекрасно там понимаете даже лепестков на на нет у нас на старте то есть должны быть хотя бы мембранные лепестки чтобы старт был облегченный плюс вот эта вот штука тяжелый старт когда надо ногой упираться потому что она такая вся прям прыгает за кикстартером это вот самая неудачная модель никогда не выбирайте себе вот это дерьмо честно пролетел я на нем не знаю даже кто это чё это было он так и называется на т.р. есть мягкий старт как на бензопиле как на в этом на отверстие делает бури там чуть этот а здесь он прямо вся коса летит за ним когда тянешь старт можно просто по ноге съездить этой штукой если ногой не держать ну и соответственно не заводится я шею и сдергался свечку меня так что там не раз это я как бы понимаю что это самый дешевый двигатель я когда даже разбирал карбюратор там дальше стоит такая таропластовая так можно сказать вход в цилиндр где поршневая и по всем параметрам там должны быть лепестки специальные чтобы при том когда поршень идет вниз лепестки закрывались когда это когда пойдет открывались чтобы поршень пошел вниз создает вакуум и бензин поступать здесь таких лепестков нет бензин херачит туда и сюда а это значит что заводить такую очень проблематично при заводке в ней еще имеется какой обратный ход как знаете к урал когда заводишь четырех так мы двигатели бьет обратно по кику так и здесь тормоза не могу так вам показать ладно запустил эту сволочь не стал показывать сам процесс коски но усы у меня стали намного короче на косе надо наращивать крокодилы и а и и и и и и пью чай нас на стриг везде а вы надо что-то сказала косилка делать это конечно мучение столько времени ухожу завести ее когда прогрета двигатель туда заводится все герметично там чуть на этом дереве орехов нет пока до заметил что листочки задевают крышу надо будет еще здесь надо косить надо будет веточки то эти подрезать который от ветра тут на этом конце года я думаю я этот абрикос точнее жердель немножко обновлю вот еще надо с крыши убрать упала тогда отломалась веточки